Доброго дня, дорогие друзья! С вами Анастасия Купырева. Я рада приветствовать вас на своем кулинарном канале. Это первое видео. С тех пор, как мы с мужем, переехали в Эквадор. Мы переехали уже больше полугода назад. Я общалась с местными хозяйками и узнала у них кое-какие интересные секреты. Так, например, они готовят напиток из кожуры, ананаса и также из сердцевины. То есть из тех частей, которые обычно выбрасываются. Почему они это делают? А все потому, что в кожуре, в сердцевине содержится гораздо больше полезного фермента бромелайн и аскорбиновой кислоты. Для приготовления вкусного и полезного напитка нам понадобится средний ананас. Он должен быть хороший, без мягких частей, потому что мягкие части свидетельствуют о том, что он начал портиться. Нам нужна именно хорошая кожура. Обязательно нужно хорошенечко помыть ананас, прям потереть щеткой. Для приготовления напитка вы можете ограничиться только ананасом и сахаром, потому что это будет очень кисло без сахара. Но я также рекомендую вам добавить корицу хорошего качества, или палочку, или мы используем вот у меня молотая. Также нам понадобится гвоздика и семена кардамона. Достаточно сильно можно обрезать вместе с мякотью. Наша цель, чтобы осталась чистая мякоть без вот этих вот точек. Здесь остается много-много мякоти еще. Этот напиток очень здорово делать на большие застолья. Он будет помогать переваривать тяжелую пищу. У него такой кисло-сладенький вкус. Просто супер! Вот она, наша сердцевинка. Она нам тоже понадобится в этом напитке. Вы можете измельчать или не измельчать сердцевинку. Но я люблю ее измельчать, чтобы она лучше отдала все свои свойства напиток. Отправляем наши корочки и сердцевинку в 2,5 литра кипящей воды. Добавим столовую ложку молотой корицы хорошего качества. Добавим 6 гвоздичек. И 4 кардамона. Сейчас мы его немножко измельчим. Доводим напиток до кипения. И варим его на среднем огне 20 минут. Прошло 20 минут. Аромат великолепный. Мы выключаем наш напиток. Даем ему настояться до полного остывания. Тогда все полезные микроэлементы перейдут в воду. Дорогие друзья, как я уже сказала, мы переехали в Эквадор, в Латинскую Америку. И мы с мужем начали вести видеоблог. Также, если вам интересно, пожалуйста, заходите, смотрите. Там все о переезде, о нашей жизни, о культуре. Наш напиток почти что готов. Он очень-очень ароматный. Добавляем сюда 130 г сахара. Можно и 150 г, по вашему желанию. Вот такой вот красивый, невероятно ароматный и вкусный напиток у нас получился. Я надеюсь, что рецепт вам понравился. Пожалуйста, делитесь вашими впечатлениями в комментариях. Также я буду благодарна вашим лайкам. Если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Удачи вам! И пусть все получится!